В апреле торгово-промышленная палата запустила всероссийский опрос «Бизнес-барометр страны». Опрос предпринимателей о масштабах сложившихся проблем в регионах России, связанных с пандемией коронавируса. На днях завершился третий этап сбора данных. О результатах поговорим с вице-президентом ТПП Еленой Дыбовой. Здравствуйте. Добрый день. Елена Николаевна, какие вопросы были вынесены для исследования в ходе этого этапа и чем об условленных выборах? Третий этап – это попытка оценить, каким образом начинается восстановление. Оно началось, не началось. Какие планы, как прошел вот этот период и какие задачи предприниматели ставят перед собой в связи с тем, что все-таки у нас сейчас основной частью уже разрешают работать. Сейчас у вас есть обобщенные данные фактически из всех регионов страны. Что показывает их анализ? Подавляющее большинство, больше 80%, проголосовали за то, что критерий выбора пострадавших бизнесов – это, к сожалению, ошибочный критерий. Больше 70% бизнесов – это падение выручки больше, чем на 30%. Практически половина, даже побольше сказали, что самое сложное – это выплачивать заработную плату, когда у тебя отсутствуют доходы. Основная часть, к сожалению, осталась без мер государственной поддержки, а об этом сказала практически 60% бизнеса, то это, конечно, очень серьезный вызов. Очень серьезная проблема – арендные платежи. Очень многие указали, что они вынуждены искать другие помещения. Мы спрашивали, как вы оцениваете период восстановления. Только 10% сказали, что мы восстановимся от месяца до трех. Основная часть бизнеса – от шести месяцев до двух лет. Бизнес сейчас ждет, какая будет дальше политика государства. А как сам бизнес оценивает доступность мер господдержки? 56% сказали, что они фактически не смогли воспользоваться мерами поддержки. И кто-то из счастливчиков ткнул пальцем и выбрал АКВЭД, который попал в пострадавшие отрасли, а рядом предприниматель с таким же видом деятельности. И только от того, что его АКВЭД оказался другим, выбрал другой, он остался без помощи и поддержки. Как планируется использовать полученную информацию и насколько вообще эффективен такой метод оценки состояния бизнеса, как опрос? Правительство – это очень прагматичные люди, поэтому, когда мы формируем те или иные пакеты предложений, мы всегда их подтверждаем цифрами. Мы опрашиваем все регионы, мы даем им срез, у нас серьезные цифры по голосованию. Вот в этот раз голосовало больше 26 тысяч предпринимателей.